Здравствуйте, ребята! Мы начинаем нашу очередную лекцию, учебную по биохимии, которая посвящена биохимии крови. Мы сегодня будем говорить о белках крови, об иммуноглобулинах и о гибридомной технологии. Я вас всех приветствую! Вот так. Итак, запишите тему сегодняшней лекции. Белки крови, иммуноглобулины, гибридомная технология. Итак, мы сегодня поговорим о главном объекте научных исследований кафедры биохимии нашей Медицинской Академии Крымского Федерального Университета о белках сыворотки крови человека в норме и при патологии. Если сыворотку крови человека подвергнуть электрофорезу, то белки крови будут двигаться с различной скоростью. И наиболее быстрым белком на электрофоретической картинке будет альбумин. За ним будет следовать альфа-1 глобулин, потом альфа-2 глобулин, потом бета-глобулин, потом гамма-глобулин. Я повторяю. Итак, впереди будет двигаться альбумин, потом альфа-1 глобулин, альфа-2 глобулин, бета-глобулин и гамма-глобулин. Глобулины обозначаются буквами греческого алфавита. Альфа-1, альфа-2, бета и гамма. Чем отличается альбумин от глобулинов? Здесь отличие очень простое. Те белки, которые растворяются в дистиллированной воде, называются альбумины. Те белки, которые в дистиллированной воде не растворяются, а растворяются только в слабых солевых растворах, называются глобулины. Так вот, оказывается, что самыми большими белковыми фракциями человеческой крови являются альбумин, сывороточный альбумин, и гамма-глобулины. То есть самая быстрая фракция и самая медленная фракция – гамма-глобулин. Гамма-глобулины в основном представлены белками иммунной системы, иммуноглобулинами. Давайте мы поговорим об этих интересных белках. На картинке вы сейчас видите строение молекулы иммуноглобулина G. Вы знаете уже, что в организме человека есть 5 классов иммуноглобулинов. Иммуноглобулин А, иммуноглобулин G, иммуноглобулин М, иммуноглобулин D, иммуноглобулин Е. Итак, М, G, D, Е, А. Вот 5 классов иммуноглобулинов. Самая большая концентрация сыворотки крови – иммуноглобулина G. Вот на примере строения иммуноглобулина G мы разберем, как устроены иммуноглобулины. Понятно, что эта картинка сложная, вы ее зарисовать не сможете, но тем не менее я кое-что на ней покажу, а потом, когда будет у нас уже более простая схема иммуноглобулина, вы скопируете свою тетрадку. Итак, иммуноглобулина G – это огромная молекула. Она имеет молекулярную массу 150 тысяч атомных единиц. Вот представьте, молекула воды – это 18, а здесь 150 тысяч. Насколько молекулы иммуноглобулина больше молекулы воды? На этой картинке аминокислоты показаны маленькими кружочками. А крупными кружками, вот здесь видите оранжевого цвета, показаны углеводы, моносахариды. Таким образом, вы видите, что молекула иммуноглобулина состоит из большой белковой части и маленькой углеводной части. Таким образом, вы можете записать, что иммуноглобулины – это сложные белки, которые являются гликопротеинами. Потому что кроме белкового компонента присутствует еще и углеводный компонент. Иммуноглобулины имеют четвертичную структуру. Они состоят из нескольких полипептидных цепей. И вот, в частности, в молекуле иммуноглобулина G, на этой картинке вы можете видеть две тяжелые цепи. И вот одна голубого цвета, вот одна голубого цвета, я ее показываю, а вторая более темная, синего цвета. И две легких цепи. Посмотрите, вот одна легкая цепь красная, и вот вторая легкая цепь красная. Между тяжелыми цепями расположен углеводный компонент. Понятно, что такую сложную молекулу было достаточно трудно изучать. Но, тем не менее, два ученых провели блестящее исследование молекулы иммуноглобулина. В результате этих исследований мы хорошо знаем, как устроены иммуноглобулины. Вот я вам сейчас покажу портреты этих ученых. Один из них, Джеральд Эдельман, работал в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Джеральд Эдельман, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк. А другой, Родни Портер, он работал в Великобритании, в Лондоне. И, к сожалению, Портер погиб в автомобильной катастрофе, его жизнь оборвалась трагически. То есть, я еще раз хочу сказать, что Эдельман и Портер, они не работали вместе. Они работали в совершенно разных лабораториях, в разных странах. Но они изучали один и тот же объект – молекулы иммуноглобулина. Исследования они начали примерно в конце 50-х годов 20-го века. И в 1959 году вышли их первые публикации. В конце 60-х годов уже, в принципе, благодаря им исследованиям, было изучено строение молекул иммуноглобулинов. И в 1972 году этим двум ученым была присуждена Нобелевская премия за исследование иммуноглобулинов. Как они исследовали иммуноглобулины, Портер и Эдельман? Портер расщеплял молекулы иммуноглобулинов протеолитическими ферментами, изучал получившиеся фрагменты. Эдельман восстанавливал диософидные связи. В результате молекулы иммуноглобулинов распадались на отдельные цепи. А позже Эдельман определил полную первичную структуру мейлонного иммуноглобулина. То есть эти ученые провели титаническую работу. И Портер был первым, кто предложил модель строения иммуноглобулина. Как оказалось, эта модель совершенно точная. Потому что теперь, когда появились многие новые методы исследований, в частности, например, электронная микроскопия, сейчас очень высококачественная, мы можем рассмотреть молекулы иммуноглобулина даже под электронным микроскопом. Настолько велика эта молекула. Ну а теперь давайте остановимся на строении. И вот эту схему я предлагаю вам зарисовать. Если у вас есть там черная, красная, голубая ручки, то лучше вам ее рисовать в разных цветах. Если нет, то как-то штриховкой показываете разные части молекулы. Итак, я буду медленно объяснять, а вы, я надеюсь, успеете все зарисовать. Здесь изображен иммуноглобулин G. Вот видите, иммуноглобулин G. Иммуноглобулин G состоит, как я уже сказал, из четырех полипептидных цепей. Две цепи тяжелые. Вот одна, вот вторая. Они по-английски называются heavy chains, тяжелые цепи. И две легкие. Вот одна легкая цепь, вот вторая легкая цепь. Они по-английски называются light chains. Итак, heavy chains, light chains. Обратите внимание, что молекула иммуноглобулина, она абсолютно симметрична. Если мы вот проведем вертикальную ось симметрии, то левая и правая половинки будут одинаковы. Оказалось, и это было выяснено Эдельманом, когда он определил первичную структуру иммуноглобулинов, что в каждой из полипептидных цепей есть повторяющиеся участки. Оказалось, что эти повторяющиеся участки еще и свернуты в определенную третичную структуру, которая называется домен. Таким образом, в легкой цепи два домена. Вот видите, красненькие и черные, мы сейчас их назовем. А в тяжелой цепи четыре домена. Красный и три черных. На голубой цвет пока не смотрим, это так называемый шарнирный участок, мы о нем поговорим позже. Я еще раз повторяю, что молекулярная масса молекулы иммуноглобулина G человека 150 тысяч. Теперь прикиньте, что эта молекула состоит из 12 доменов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь, если 150 тысяч разделить на 12, вы примерно узнаете молекулярную массу одного домена. Теперь, если вы помножите молекулярную массу на количество домена, вы узнаете молекулярную массу каждой полипептидной цепи. Примерно это получается так. Я сделаю это расчет за вас. Примерно получается, что каждая тяжелая цепь это 50 тысяч атомных единиц, каждая легкая цепь 25 тысяч. Вот представьте, 25 плюс 25 плюс 50 плюс 50, вот как раз и получается 150 тысяч атомных единиц молекулы иммуноглобулина G. Вы помните, что, например, молекула иммуноглобулина M это пентомер, поэтому ее молекулярная масса гораздо больше, до 900 тысяч доходит. Иммуноглобулин A может быть гимером и так далее. Ну вот иммуноглобулин 150 тысяч, 12 доменов, 4 полипептидных цепи. Теперь пойдем дальше. Домены условно можно разделить на две группы. Вариабельные домены и константные домены. Вариабельные домены, они индивидуальны у каждой молекулы иммуноглобулина, то есть у разных иммуноглобулинах они разные. И здесь вариабельные домены показаны красным цветом. Соответственно, они обозначаются буквой латинской V, вот видите, или V английской. И для того, чтобы отличить вариабельный домен тяжелой цепи от вариабельного домена легкой цепи, еще мы ставим индекс в виде большой буквы H, heavy, и L, light. Получается VH домен, VL домен. Мы говорим так, вариабельный домен тяжелой цепи, вариабельный домен легкой цепи. Соответственно, две легких цепи, два вариабельных домена легких цепей, и две тяжелых цепи, два вариабельных домена тяжелых цепей. Вот всего четыре вариабельных домена, они показаны тут красным цветом. Почему эти домены вариабельны и почему они отличаются у разных молекул? Это легко объяснимо вот чем. Потому что эти домены образуют так называемый антиген-связывающий центр. Вот здесь написано антиген-связывающий центр. В молекуле иммуноглобулина G два антиген-связывающих центра. Один находится здесь, второй находится здесь. Мы говорим, молекула иммуноглобулина G бивалентна. Что значит бивалентна? Это значит два антиген-связывающих центра. И они могут, соответственно, эти молекулы, каждая молекула может связать два антигена. Что такое антиген? Антиген это чужеродное вещество, которое должно быть опознано иммунной системой человека. Это или какое-то вещество, попавшее в наш организм извне. Или это какая-то модификация собственных веществ, которые могут оказать вред организму. Или это молекулы на поверхности инфекционных агентов, бактерий, вирусов и так далее. Вот с этими антигенами, вы понимаете, организм должен бороться, потому что они могут принести реальный вред. И для этого существует иммунная система. А главными молекулами иммунной системы являются иммуноглобулины. Это молекулы, которые по-другому называются антитела. Итак, иммуноглобулины, это молекулы антитела, они специфически взаимодействуют с молекулами антигенов с помощью вот этого антигенсвязывающего центра или антигенсвязывающего участка, который доходится между двумя вариабельными доменами. Вот почему так важно, чтобы в молекулах наших иммуноглобулинах были изменчивые вариабельные домены. Чтобы у нас был большой набор различных антител, которые могут специфически связываться с различными антигенами. Остальные домены называются константные. Почему константные? Потому что структура их консервативная, и у разных молекул иммуноглобулинов они имеют одинаковую первичную структуру. Ну, если говорить о одинаковых молекулах одного класса, одного подкласса иммуноглобулина. Вот, соответственно, в легкой цепи есть константный домен легкой цепи, который обозначается CL, латинская буква C, и индекс в виде большой латинской буквы L. Итак, тяжелый домен, то есть вариабельный домен легкой цепи VL, вариабельный домен легкой цепи VL, и константный домен легкой цепи CL. Дальше. Тяжелая цепь. В тяжелой цепи три константных домена. Раз, два, три. А их надо как-то отличать. Для того, чтобы их отличать, кроме индекса H, еще добавляется цифра. Один, два, три. И мы говорим CH1, CH2, CH3 домен. Давайте будем расшифровывать, как это сказать по-русски. Итак, CH домен это первый константный домен тяжелой цепи или константный домен тяжелой цепи номер один. CH2 это, соответственно, второй константный домен тяжелой цепи. А CH3 это третий константный домен тяжелой цепи. Таким образом, в молекуле иммуноглобулина в тяжелой цепи есть вариабельный домен тяжелой цепи, первый константный домен тяжелой цепи, второй константный домен тяжелой цепи и третий константный домен тяжелой цепи. Ну вот теперь мы назвали все домены молекулы иммуноглобулина, все 12. Теперь давайте обратим внимание на вот эту голубую часть Это самый подвижный участок молекулы иммуноглобулина Чуть позже на следующих картинках вы увидите почему И поэтому этот участок называется шарнирный участок В этой области молекула иммуноглобулина обладает определенной подвижностью То есть вот эта часть и вот эта часть могут подниматься вверх или опускаться вниз И если они подняты, как на этой картинке, то это называется Y-образная форма молекулы иммуноглобулина Если они опустятся и примут горизонтальное положение, то ученые говорят, что это T-образная форма иммуноглобулина И наконец в некоторых случаях эти участки могут даже опуститься ниже горизонтальной линии Тогда они будут смотреть вниз И тогда это будет форма рубашки Есть такое официальное научное название Итак, Y-образная, T-образная и форма рубашки В зависимости от того, как эти части расположены относительно нижней части Теперь давайте эти части назовем Как я вам уже говорил, портер, родний портер, воздействовал на молекулу иммуноглобулина Протеолитическими ферментами В частности, когда он использовал фермент папаин Фермент папаин Он обнаружил, что папаин расщепляет шарнирный участок Вот здесь В результате молекула распадалась на три фрагмента Один, второй и третий Как вы видите, два из них одинаковые Вот этот и этот А третий отличается И у этих двух одинаковых фрагментов сохранялась способность связывать антиген Потому что здесь имеется антиген, связывающий центр И здесь имеется антиген, связывающий центр Поэтому эти фрагменты получили название Fragment Antigen Binding Фрагмент, связывающий антиген Или антиген, связывающий фрагмент А если сказать в ладинске буквы, то FAB-фрагмент Нижний фрагмент, он состоит только из константных доменов Поэтому его можно назвать fragment-констант То есть константный фрагмент Но на самом деле Портер в начале объяснения буквы С Выкладывал другой смысл Дело в том, что вот эта часть иммуноглобулина, нижняя Она более гидрофобная И в водных растворах, даже слабосолевых Она выпадала в осадок, который напоминал кристаллический осадок Поэтому название было дано фрагмент кристаллический Или fragment crystalline Кристаллический фрагмент Ну вы можете говорить или кристаллический, или константный Константный проще для запоминания Итак, два антиген, связывающих фрагмента Два FAB-фрагмента И один FC-фрагмент Фрагмент константный или кристаллический Но Портер назвал их очень изящно Потому что смотрите Три фрагмента Но два одинаковых Поэтому если назвать их первыми буквами Латинского или английского алфавита То получится А, Б, С Так как А и Б одинаковые То первый и второй называются ФАБ и ФАБ А третий называется ФЦ То есть помимо расшифровки аббревиатуры Antigen Binding и Crystalline Можно еще просто сказать, что это первые три буквы Латинского или английского алфавита А, Б, С Или А, Б, С Хорошо Теперь посмотрите дальше Здесь имеются некоторые черные линии Вот смотрите Они соединяют Легкую цепь с тяжелой Легкую с тяжелой И тяжелые цепи друг с другом Это не что иное, как Дисульфидные связи То есть цепи иммуноглобулинов Собраны В одну целую молекулу С помощью Дисульфидных связей Кроме того В каждом домене Есть еще своя внутренняя Дисульфидная связь Вот видите Они показаны вот этими дужками Так называемыми Мы на более подробной схеме Иммуноглоблина Посмотрим Какова роль этих дисульфидных Внутридоменных связей Ну пока просто запомните Что в каждом домене Есть еще своя Ковалентная дисульфидная связь Кроме антиген связывающего центра Который расположен здесь и здесь В молекулах иммуноглобулинах Есть еще ряд других активных центров Один из наиболее важных Это центр связывания комплимента Вот видите Комплимент Банг Инсайт Центр связывания комплимента Вот видите Центр связывания комплимента Он показан стрелочкой И он расположен на наружной поверхности CH2 домена Один здесь Второй здесь Что же такое комплимент Связывающий центр Дело в том Что у нас В крови Есть еще Целая система белков Которая называется Белки системы комплимента Это тоже белки иммунной системы Которые выполняют важную функцию Вот смотрите Если иммуноглобулин Антиген связывающим центром Зафиксируется на антигене Вот например попала в организм Какая-нибудь бактерия На поверхности бактерии Есть антигены И вот цель нашего организма Эту бактерию обнаружить Пометить и уничтожить Сами по себе иммуноглобулины Они только метки Они не уничтожают Они метят Чужеродный агент И вот иммуноглобулины Адсорбировались на антигенах На поверхности бактериальной клетки Это является сигналом Для того чтобы К комплимент связывающему центру Который расположен на CH2-домене Присоединился первый фактор комплимента Он называется C1Q И это является сигналом Для того чтобы активировался Каскад всех остальных белков Системы комплимента Это так называемый Классический путь активации Системы комплимента Когда первый фактор комплимента C1Q Дальше активирует Систему других факторов комплимента В результате Система комплимента Это каскад Активирующих друг друга Ферментов Которые в конечном счете Могут атаковать чужеродную клетку И кроме того В результате активации Системы комплимента Формируется Специальный комплекс Из отдельных компонентов комплимента Который встраивается В клеточную мембрану И образует канал В результате чужеродная клетка Скажем бактериальная Она лопается Как воздушный шарик Когда его проткнут булавкой То есть вдруг В стенке бактерии Формируется Белковый канал Через который вытекает Все содержимое бактерии И бактерия погибает И это вот Делает система комплимента А началом классического пути Активации системы комплимента Является Молекула иммуноглобулина Зафиксированная на антигене Вот какое важное Значение Приобретает Вот участок На CH2 домене Кроме того Давайте мы с вами Вернемся К первой картинке Вот Помните Здесь находится Углеводный компонент Этот углеводный компонент Он расположен Между CH2 доменами Двух тяжелых цепей Функция его Очень важна Потому что Вариабельные домены Легкой и тяжелой цепи Здесь и здесь Могут Взаимодействовать Гидрофомно И образовать Супердомены Точно так же Это пара доменов И точно так же CH3 домены Тяжелых цепей А вот CH2 домены Друг с другом Слипнуться не могут Потому что Здесь есть Гидрофильные Углеводные компоненты И Вот На нашей схеме Которую вы сейчас Рисуете Раз Два Три Вот Позиция углеводного компонента Показана Вот таким Условным квадратиком То есть На самом деле Углеводный компонент Так как В молекуле Тяжелые цепи Перевиты Друг одно Сильно От друга Они Больше занимают Внутреннюю поверхность CH2 домена И вот Здесь И здесь Находятся Вот эти Углеводные компоненты Которые Вот Их место Условно Показано Таким Квадратиком Они Сильно Влияют На конформацию То есть Пространственную Ориентацию Цепи Иммуноглобулина О чем Вы узнаете Чуть позже Когда увидите Более Точную Пространственную Картиную Строение Иммуноглобулина Итак Вроде бы На этой картинке Мы разобрали С вами Все Я еще раз Повторю Две легкие Цепи Две тяжелые Цепи Вариабельные Домены Константные Домены Шарнирный Участок ФАП Фрагмент ФЦ Фрагмент Антиген Связывающий Центр И комплемент Связывающий Центр Я надеюсь Что вы Это успели Все Зарисовать Теперь я вам Покажу Несколько Еще Схем Строения Молекул Иммуноглобулина И Мы с вами Попытаемся Разобраться Что и как Там Обозначено Какие схемки Вам надо будет Зарисовать Я буду Специально Говорить Вот посмотрите Это та же самая Молекула Иммуноглобулина Но более Упрощенная Схема Я буду Задавать вопрос Вы там У себя Условно На него Отвечайте А потом Я буду Говорить ответ Чтобы вы Немножко Подумали Итак Что здесь Обозначено Красным Цветом Я надеюсь Вы сказали Правильно Красным Цветом Обозначены Легкие Цепи Вот Одна Легкая Цепь Вот Вторая Легкая Цепь Что Обозначено Синим Цветом Ну это Совсем Просто Одна Тяжелая Цепь Вторая Тяжелая Цепь Итак Тяжелые Цепи Показаны Синим Цветом Красные Цепи Это Легкие Цепи Друг С Другом Цепи Связаны С С Дисульфидными Связями Здесь 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 Как вы думаете, что показано этим более тонким участком на тяжелой цепи здесь и здесь? Надеюсь, что вы и на этот вопрос правильно ответили. Это шарнирный участок. Между тяжелой и легкой цепью находится антиген, связывающий центр. Один здесь, один здесь. Поэтому молекула бивалентна, она может сразу связать два антигена. Ну а здесь находится комплемент, связывающий центр. Здесь внутри расположены углеводные компоненты. Пойдем дальше. Вот эту схему я вам рекомендую перерисовать. Достаточно условно просто нарисовать форму полипептидных цепей. Посмотрите, что здесь показано. Здесь показано, что каждый домен – это на самом деле петля полипептидной цепи. Видите, идет полипептидная цепь, потом образуется петля, потом дальше, следующая петля и так далее. Каждый домен – это одна петля. И вот теперь вам становится понятно, почему в каждом домене есть десульфидная связь. Она фиксирует эту петлю. Если бы здесь не было десульфидной связи, то домен не смог бы уложиться в ту нативную конформацию, которую он приобретает в функционирующей молекуле. Ну а теперь давайте скажем, что обозначено красным цветом. Вот раз и два. Ну понятно, что это легкие цепи. Что обозначено синим цветом? Одна тяжелая цепь, вторая тяжелая цепь. Что обведено вот этой рамкой пунктирной? Это FAB-фрагмент. Фрагмент антиген-связывающий. Фрагмент антиген-баги. Вот второй антиген-связывающий фрагмент. И, наконец, вот этой рамкой обведен FC-фрагмент. Ну, если вы посмотрите внимательно, то тут также есть обозначение домена. Вариабельный домен легкой цепи, константный домен легкой цепи, вариабельный домен тяжелой цепи, первый константный домен тяжелой цепи, второй константный домен тяжелой цепи. И, наконец, третий домен. Вот видите, я вернул картинку, чтобы показать, что они тут тоже обозначены. Вот смотрите. VH, CH1, CH2 и CH3. Идем дальше. Это тоже строение этой же самой молекулы, но здесь показана еще и вторичная структура, то есть укладка полипептидных цепей. Запишите, пожалуйста. Главным типом вторичной структуры иммуноглобулинов является бета-складки. И участки бета-структуры показаны вот здесь, этими красными и синими плоскими стрелками. Теперь давайте посмотрим более внимательно на эту картинку. Вы видите, что красным цветом показаны легкие цепи, синим цветом показаны тяжелые цепи. Вот видите, здесь эти домены друг с другом как бы соединены в супердомен. Эта пара соединена, эта пара соединена, эта пара и эта пара. Это мы увидим на одной из следующих картинок. А вот посмотрите, так как здесь полипептидная цепь не собрана в глобулярную структуру доменоподобную, то вот здесь получаются просто две ниточки. Именно поэтому становится понятным, почему в этой области, в шарнирной области, молекула иммуноглобулина наиболее подвижна. И становится понятным еще и второе. Почему, когда портер действовал на молекулу иммуноглобулина протеолитическими ферментами, в частности папаином, то самой незащищенной частью была вот эта. И вот здесь папаин как ножницами разрезал эти две ниточки, и молекула разваливалась на три участка. ФАП, ФАП и ЭПЦ. Ну и посмотрите, как много участков бета-структуры. В каждом домене очень много бета-складок. Сейчас, если вы откроете любой учебник, то там вы найдете как непреложную истину, что иммуноглобулины это бета-структурные белки. Однако было время, когда считалось, что все глобулярные белки могут состоять только из альфа-спиралей. И первым человеком в мире, который доказал, что иммуноглобулины это бета-складчатые белки, то есть что основным типом вторичной структуры является бета-структура, был вот этот выдающийся ученый, портрет которого вы хорошо знаете, это Герман Васильевич Троицкий. Герман Васильевич Троицкий долгие годы заведовал кафедрой биохимии нашего университета. Он возглавил кафедру биохимии Крымского медицинского института в 1953 году и работал на кафедре до самой своей смерти в 1992 году. Последние 4 года он был профессором кафедры, он член-корреспондент Академии наук Украины, доктор биологических наук, профессор, сделал массу важных открытий в течение своей научной жизни, подготовил целую школу биохимиков. Я считаю себя учеником этого замечательного человека, я под его руководством выполнял и кандидатскую, и докторскую диссертацию. Ученый высочайшего интеллекта, который рождал экстраординарные идеи, который был невероятно эрудирован, это был человек-ходячий энциклопедия, который обладал знаниями в совершенно различных областях культуры, искусства и так далее. Но и при этом был очень мудрым ученым и учителем. Память об этом человеке хранят все сотрудники нашей кафедры. Спасибо ему большое за то, что он был. Так вот, одним из самых выдающихся открытий Германа Васильевича Троицкого было открытие бета-структуры в глобулярных белках. Он сделал это открытие на основании данных метода поляриметрии. Я на первой лекции, если вы помните, рассказывал вам, что Герман Васильевич создал первый в Европе спектрополяриметр, с помощью которого он изучал белки. И вот с помощью этого поляриметра он на основании математических расчетов сделал вывод о том, что главным типом вторичной структуры иммуноглобулинов и некоторых других глобулярных белков является бета-структура. Это было революционное открытие, и его работа, а запишите это, пожалуйста, эта работа, этому посвященная, была опубликована в 1965 году в журнале «Биофизика». 1965 год, журнал «Биофизика», работа Троицкого о наличии бета-структуры в глобулярных белках. Так вот, эта работа вызвала невероятную критику многих ученых, которые говорили, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что глобулярные белки могут содержать только альфа-спирали. Что только не пришлось выслушать Герману Васильевичу, какую только критику подчас очень нелицеприятно он перенес, но дальнейшие исследования и дальнейшее развитие науки показали полную его правоту. В частности, когда появился метод рентгеноструктурного анализа, было однозначно доказано, что иммуноглобулины – это бета-складчатые белки, и точка зрения Троицкого была полностью подтверждена. Но сейчас почему-то, когда вы открываете учебник и просто читаете, иммуноглобулины – бета-складчатые белки, и все забывают сказать, что огромная заслуга в открытии этого факта принадлежит Герману Васильевичу Троицкому. Но многие ученые, в частности Резерфорд, говорили, что любое научное открытие проходит три стадии. Первая стадия – это полный бред, этого не может быть. Вторая стадия – в этом что-то есть. И, наконец, третья стадия – да, это все знают. Вот сейчас это открытие находится на стадии – да, это все знают. Чего об этом еще говорить и акцентировать внимание на первооткрывателе. Тем не менее, именно первооткрывателю пришлось преодолеть самую тяжелую первую стадию, когда все говорили – это бред, этого не может быть. Итак, вот Герман Васильевич Троицкий. И сейчас мы посмотрим еще на одну картинку. Я думаю, вы сразу ее узнаете. Это легкая цепь иммуноглобулина, которая просто нарисована при большем увеличении. Вот, смотрите. Вариабельный домен легкой цепи и константный домен легкой цепи. На что мы здесь обратим внимание? Мы здесь обратим внимание, первое, на вот эти коричневые стрелки, которые показывают расположение бета-складок. И вторую важную вещь – это вы, пожалуйста, запишите, что N-конец полипептидных цепей, как легкой, так и тяжелой цепи, вот видите, буква N, N-конец полипептидных цепей, легкой и тяжелой, находится со стороны вариабельных доменов. А что значит N-конец? N-конец – это концевая аминокислота, у которой свободная Н2-группа. А С-конец – это концевая аминокислота, у которой свободна карбоксильная группа. Когда белок синтезируется, он всегда синтезируется от N-конца к С-концу. Поэтому N – это начало, С – это конец. Так вот, N-конец и тяжелых, и легких цепей находится в области вариабельных доменов, а С – в области константных доменов. Давайте пойдем дальше. Вот эту картинку вы обязательно перерисуйте себе в тетрадку. Здесь показана пространственная структура молекулы иммуноглобулина. Это тот же самый иммуноглобулин, который был на всех предыдущих картинках. Но здесь показано, что вариабельный домен тяжелой цепи и вариабельный домен легкой цепи здесь и здесь образуют супердомен за счет гидрофобных взаимодействий. Они как бы слепаются друг с другом. То же самое происходит с первым константным доменом тяжелой цепи и константным доменом легкой цепи. И то же самое происходит с двумя третьими константными доменами тяжелой цепи. То есть вот раз, два, три, четыре, пять супердоменов. А теперь вспоминайте, почему CH2 домены не слиплись. Я вам говорил об этом. Потому что здесь между ними находятся гидрофильные углеводные компоненты. И получается, что здесь как бы пространство для растворителя. Оказывается, что это очень важно для функционирования молекулы иммуноглобулина. Вот теперь посмотрите, что обозначено желтым цветом. Желтым цветом обозначен фаб-фрагмент. Тут даже написано фаб-фрагмент. Вот еще один фаб-фрагмент. А вот красным цветом показан антиген, связывающий центр, который расположен между вариабельными доменами. Один и второй. А что показано зеленым цветом? Зеленым цветом показан FC-фрагмент. Видите, FC-фрагмент. Теперь сосредоточьте свое внимание только на зеленые части. Получается, вот супердомен и два вот таких вот не слипшихся домена. Как вы думаете, как ученые называют модель строения FC-фрагмента? На что похожа эта картинка? Я имею в виду только зеленая часть. Я вам даже подскажу. Они называют по имени одного из героев мультфильмов. Ну, я когда читаю лекции в аудитории, многие студенты догадываются. Это похоже на голову Микки Мауса. И это официальный термин в научной литературе. Мы говорим, что FC-фрагмент имеет строение Микки Мауса. То есть, видите, голова и два уха. Это не выдумка, это официальный научный термин. Модель FC-фрагмента. Что здесь еще? Вот посмотрите. Видите, шарнирный участок. Здесь хорошо показано, что он представлен в виде полипептивной цепи, которые подвижны. И вот эта перемычка, это десульфинная связь. А угол альфа, мы говорили, он может быть различным. И эти фаб-фрагменты, относительно С-фрагмента, могут подниматься вверх и опускаться вниз. Еще одна важная вещь, я тоже вам рекомендую ее зарисовать. Это вот эти стрелочки, рядом с которыми написаны абсолютные величины размера иммуноглобулина. Вот посмотрите. Длина фаб-фрагмента 80 анстрем. Длина FC-фрагмента 70 анстрем. Ширина FC-фрагмента 45 анстрем. 80, 70, 45. Это очень большая величина для молекулы. Этого достаточно для того, чтобы молекулы иммуноглобулина было видно с помощью электронного микроскопа. Ну, если вы перерисовали, мы идем дальше. Как вы думаете, что изображено здесь? Ну, посмотрите немножко, а теперь я подскажу. На самом деле здесь изображена не вся молекула иммуноглобулина, а только фаб-фрагмент. Изображен фаб-фрагмент. Вот посмотрите. Это два вариабельных домена. Красным показана легкая цепь, синим тяжелая. Часть тяжелой цепи. И этот фаб-фрагмент взаимодействует. Вот здесь находится антиген, связывающий центр. Антиген, связывающий центр, взаимодействует с антигеном. Эта картинка показана для того, чтобы вы поняли, что антиген и антиген, связывающий центр, подходят друг к другу комплементарно, как ключ к замку. Вы посмотрите, где выступ у антигена, там вогнутость у антитела. И вот, когда они взаимодействуют, посмотрите, как они хорошо друг к другу подходят. Этими определяется специфичность взаимодействия антител с антигеном. То есть, специфичность взаимодействия антитела со своим антигеном связана с комплементарностью строения антитела по отношению к антигену. И вы понимаете, что для каждого антигена это строение антиген, связывающего центра, должно быть другое. Поэтому именно и вариабельные домены, отличающиеся от разных иммуноглобулинов, и формируют антиген, связывающий центр. Поехали дальше. Теперь нам надо записать два термина, два определения. Что такое поликлональные антитела и что такое моноклональные антитела. Ну, давайте начнем с поликлональных антител. Итак, пишем. Поликлональные антитела – это антитела, взаимодействующие с одним антигеном, которые имеют различную первичную структуру. Антитела, взаимодействующие с одним антигеном, антитела, которые имеют различную первичную структуру, запятая, потому что они синтезированы разными клонами Б-лимфоцитов. Потому что они синтезированы разными клонами Б-лимфоцитов. Итак, поликлональные антитела – это антитела, взаимодействующие с одним антигеном, но имеющие различную первичную структуру, потому что они синтезированы разными клонами Б-лимфоцитов. Ну, теперь вы знаете, откуда берутся антитела. Антитела, напишите, синтезируются в организме человека Б-лимфоцитами, антитела синтезируются Б-лимфоцитами, а также зрелыми Б-лимфоцитами, которые называются плазматические клетки. Вот когда Б-лимфоцит созревает и превращается в плазматическую клетку, плазматическая клетка фактически выполняет функцию фабрики антител, завода, который штампует антитела. И эти антитела плазматическая клетка выбрасывает в окружающую среду, и таким образом осуществляется иммунный ответ. Вот давайте посмотрим на первую картинку. Здесь желтым обозначены антигены, например, какая-нибудь бактериальная клетка или сложная молекула. На их поверхности расположены антигенные детерминанты. Вот посмотрите, разные антигенные детерминанты обозначены красными треугольничками, синенькими квадратами, какими-то серыми структурами. И здесь показано, что с этим антигеном взаимодействуют разные антитела. Вот смотрите, одни антитела реагируют с голубой антигенной детерминантой, другие с красной, третьей, серой и так далее. Но в результате, так как каждая молекула антитела хватается за два антигена, то получаются вот такие большие иммунные комплексы. Огромные иммунные комплексы с молекулярной массой больше многих миллионов, которые выпадают в осадок. И каждая из антител, взаимодействующих со своей антигенной детерминанты, имеет свою первичную структуру. И это понятно, потому что каждая из этих антител синтезирована своим клоном Б-лимфоцитов. Ну что такое клон? Клон – это потомки одной единственной клетки. Вот какая-то клеточка Б-лимфоцит начинает синтезировать антитела определенной структуры, потом она размножается, и все потомки, клетки потомки, тоже синтезируют такие же антитела. Вот получается, что разные клоны дали разные антитела, которые образовали такие сложные иммунные комплексы. Ну а теперь, когда мы разобрались с поликлональными антителами, я думаю, вам не составит труда понять, что такое моноклональные антитела. Моноклональные антитела – это антитела, взаимодействующие с одним и тем же антигеном, запятая, имеющие абсолютно одинаковую первичную структуру, имеющие абсолютно одинаковую первичную структуру, запятая, потому что они синтезированы одним клоном Б-лимфоцитов. Потому что они синтезированы одним клоном Б-лимфоцитов. Давайте посмотрим. Вот, видите, теперь антитела может ухватывать только одну антигенную детерминанту. Вот в данном случае это голубой квадратик. И получается, что каждое антитело может захватить только два антигена. И больших иммунных комплексов не получается. В этом принципиальное отличие моноклональных антител от поликлональных. То есть максимум два антигена – одно антитело, два антигена – одно антитело. Почему они называются моноклональные антитела? Потому что они синтезированы одним клоном, Моно – это один, клон – это клон. Одним клоном. А поликлональные – это синтезированные многими клонами. Поли-многие, клон-клон. Поликлональные – это многоклональные, а моноклональные – это одноклональные, если перевести на русский язык. Когда человеческий организм попадает в чужеродный антиген, то происходит иммунный ответ, и иммунная система выбрасывает в кровь поликлональные антитела. А вот моноклональные антитела обычно синтезируются одним размножившимся клоном, и часто появление моноклональных антител в сыворотке крови человека – это плохой признак. Потому что это говорит о том, что злокачественная опухоль поразила иммунную систему, в частности, Б-лимфоциты, и образовался клон плазматических клеток, злокачественный, который выбрасывает в кровь одинаковые моноклональные антитела, и по этим моноклональным антителам можно эту злокачественную опухоль обнаружить, идентифицировать. Кстати, у нас на кафедре биохимии существует лаборатория биотехнологии, где мы обнаруживаем такие патологические моноклональные антитела при злокачественных опухолях, поражающих Б-лимфоциты. Эти опухоли называются парапротеинемические гемобластозы, опухоли, субстратом которых являются Б-лимфоциты и плазматические клетки. Почему парапротеинемические? Потому что вот эти патологические моноклональные антитела, они называются парапротеины, то есть плохие как бы, нехорошие протеины, парапротеины. А парапротеинемические, потому что эти протеины в большом количестве появляются в крови человека. Парапротеинемические гемобластозы. И одними из самых распространенных парапротеинемических гемобластозов является множественная миелома. Может быть вы слышали это название. Мы еще сегодня поговорим об этой опухоли, о множественной миеломе. Ну а теперь давайте посмотрим на моноклональные антитела с другой стороны. Иметь моноклональные антитела в лаборатории для ученых чрезвычайно важно. Потому что с помощью моноклональных антител можно специфически взаимодействовать с каким-то заданным антигеном. И таким образом моноклональные антитела могут использоваться как важный научный инструмент. Кроме того, моноклональные антитела могут широко и используются широко в медицине для диагностики. Например, моноклональные антитела к заданному антигену могут выявлять антигены в сыворотке крови, в других биологических жидкостях, в тканях. Кроме того, моноклональные антитела могут использоваться как лекарство. Мы сегодня об этом еще с вами поговорим. Проблема заключается в том, как получить в достаточных количествах моноклональные антитела с заданной специфичностью. Здесь проблема заключается в следующем. Если проиммунизировать животное и взять у этого животного лимфоцит, то этот лимфоцит вне организма в лабораторных условиях живет около 10 дней, потом погибает. И он успевает синтезировать достаточно малое количество антител, которые нельзя использовать в широко, скажем так, промышленных масштабах. Вы скажете, что можно взять злокачественную опухоль, минилум. Да, можно. Эти опухоли синтезируют большое количество антител. Но проблема в том, что эти антитела неизвестны специфичности. Мы не знаем, к какому антигену они направлены, против какого антигена они направлены. И фактически ученые зашли в тупик. И не могли решить эту проблему до тех пор, пока не было сделано выдающееся открытие в иммунологии 20 века, пока не была создана гибридомная технология. Гибридомная технология. Ответ на вопрос, как получить большое количество моноклональных антител, дали два ученых. Вот один из них, Георг Кюллер. Георг Кюллер. Он происходит из Германии. Но он переехал в Кембридж, в Великобританию. И там, в Кембридж, он встретил другого ученого. Итак, Георг Кюллер. Он встретил Сезара Мельштейна. Ну, иногда говорят, Цезарь Мельштейн, иногда Сезар Мельштейн. Мельштейн, он родом из Аргентины. Но тоже он приехал в Великобританию, в Кембридж. И там они встретились, Кюллер и Мельштейн. И вот вместе они в одной лаборатории сделали свое выдающееся открытие. Я хочу вам напомнить, что мы уже сегодня говорили о Эдельмане и Портере, которые изучали иммуноглобулины. Но Эдельман и Портер работали в разных лабораториях, в разных странах. Эдельман в Соединенных Штатах Америки, Портер в Великобритании. Они просто изучали один и тот же белок, иммуноглобулин. А вот эти ученые Мельштейн и Кюллер, они из разных стран, но встретились в Великобритании и в одной лаборатории создали гибридомную технологию. Они опубликовали свою работу по гибридомной технологии в 1975 году, а в 1984 году они за это открытие получили Нобелевскую премию. В 1975 году опубликовали, а в 1984 году получили Нобелевскую премию. Кстати, когда они придумали свою гибридомную технологию, они хотели ее запатентовать, но патентное бюро им отказалось. Сказалось, что нет никакой новизны и практической ценности в их открытии. Глупость, конечно, полная, потому что сейчас моноклональные антитела используются по всему миру, в многих и медицинских, и научных учреждениях, и без них уже сейчас даже невозможна современная медицина. Но тогда, когда они получили отказ, Мельштейн и Кюллер опубликовали свою работу в открытой печати, и благодаря этому они фактически получили Нобелевскую премию. В чем же смысл их открытия? Они придумали вот что. Если мейлонная клетка, то есть клетка злокачественной опухоли, может жить вечно, как любая злокачественная клетка, надо только ее вовремя кормить, то почему бы не получить гибрид вот этой злокачественной клетки с лимфоцитом, который продуцирует антитела к нужному антигену? И тогда получится гибридная опухоль, гибрид Ома, Ома это опухоль, гибрид это понятно, гибрид, который образуется при слиянии двух клеток. Так вот, гибрид Ома, гибридная опухоль, которая будет вечно жить, она будет бессмертна, как одна из родительских клеток, как злокачественная опухоль, и она будет синтезировать нужные нам антитела моноклональные, как вторая родительская клетка, как Б-лимфоцит. Вот эту схему вам нужно перерисовать, я буду вам переводить эти названия, и спокойненько, медленно мы все успеем сделать. Итак, смотрите, гибридомная техника или гибридомная технология, это название этой схемы. Вначале мы берем культуру клеток, вот видите, в бутылочке, она имеет специфическое название матрас, в питательной среде живут клетки злокачественной опухоли, бейломные клетки. И берем мышь, это не простая там какая-то дикая мышь, это лабораторная линейная мышь. Нужны все мыши одной линии, для того, чтобы можно было друг к другу пересаживать у них эти опухоли, и чтобы они не отторгались иммунной системой. Все эти мыши одной линии, они получены в результате близкородственного скрещивания, и у них одинаковые тканевые антигенные детерминанты. Поэтому это похоже на ситуацию, которая у близнецов, когда фактически один и тот же генетический материал. И вот представьте, что нам нужно получить моноклональные антигена против какого-то антигена. Например, против антигена какой-то злокачественной опухоли. Мы тогда берем шприц, набираем этот антиген и иммунизируем мышь. Мышь можно иммунизировать путем инъекции в кровь, обычно это в хвостовую вену, иногда в брюшную полость. И через некоторое время в крови мышки появляются антитела против того антигена, который мы ввели в организм животного. Дальше мы уберем у этой мыши лимфоцит, а если точнее много лимфоцитов, лимфоциты обычно берутся из селезенки. И смешиваем в одной пробирке с клетками злокачественной опухоли миеломы. А потом специальными методами мы вызываем их гибридизацию. Здесь есть разные подходы, или добавляются какие-то вещества, или это делается с помощью вирусов, или каким-то физическим воздействием, например электрическим током. Но так или иначе клетки мы заставляем в пробирке хаотически сливаться друг с другом. В результате после этого слияния образуются 4 разных группы клеток. Не слившиеся злокачественные клетки, не слившиеся лимфоциты, гибриды, продуцирующие антитела и гибриды, не продуцирующие антитела. Естественно, нам надо выбрать из всей этой массы клеток те клетки, которые являются гибридами и которые продуцируют нужные нам антитела. Как нам теперь из этой смеси, из этой кучи выделить именно те клетки, которые нам нужны? Вот для этого существует ряд приемов. Во-первых, от не слившихся Б-лимфоцитов мы можем освободиться очень просто. Надо подождать 10 дней, и они сами погибнут. Они же очень быстро умирают в питательной среде. Труднее избавиться от злокачественных клеток. Для того, чтобы это сделать, для слияния используют не обычную линию злокачественных клеток, а линию дефектную по определенным ферментам. И вот тогда, когда помещают эти гибридные клетки в пробирки с питательной средой, в эту среду добавляют три вещества. Это называется ГАТ-питательная среда. Г, А, Т. Гипоксантин, аминоптерин и тимидин. Ну, если вам не хочется записывать эти сложные слова, можете не записывать, но аббревиатуру обязательно запишите. ГАТ-гипоксантин, аминоптерин и тимидин. Так вот, в присутствии этих трех веществ, гипоксантина, аминоптерина и тимидина, дефектные клетки злокачественной опухоли погибают. Они не могут там строить свои молекулы ДНК. И выживают только те гибриды, которые унаследовали от нормального Б-лимфоцита, способность выживать в присутствии этих трех веществ. Гипоксантина, аминоптерина и тимидин. В результате, после первого посева с добавлением этих трех веществ, неслившиеся злокачественные клетки погибнут, неслившиеся Б-лимфоциты сами погибнут, и останутся два типа гибридов. Гибриды синтезирующие антитела и гибриды не синтезирующие антитела. Вот теперь нам надо избавиться от тех гибридов, которые не синтезируют антитела, потому что они не тратят энергию на синтез антитела, размножаются быстрее. Если мы их не уберем из питательной среды, они задавят своим ростом те клетки, которые нам нужны. Для этого мы производим клонирование. Вот видите, тут написано гибридовные клоны, потом клонирование, потом реклонирование. Что такое клонирование? Клонирование – это получение одного клона клеток. Как это сделать? Есть много методик, как это сделать. Самую простую – это методика лимитирующего рассветения. Например, мы взяли из пробирки, где растут клетки после слияния. И взяли их очень мало. Например, всего 30 клеточек. И эти 30 клеточек разлили на 96 пробирок. Видите, пробирок почти в 3 раза даже более, чем в 3 раза больше, чем клеток, которые мы разливаем. При этом велика вероятность того, что в одну лунку попадет одна всего лишь клетка. И там вырастет один клон. На всякий случай, чтобы исключить вероятность того, что туда все-таки попали 2 клетки, мы из этих клеток тоже берем 30 и снова разливаем 96 пробирок. И получается реклонирование. В результате, в конце концов, это можно проконтролировать под микроскопом, мы видим, что в каждой пробирочке, в каждой лунке планшета вырос только один клон. Теперь нам надо выяснить, какие из этих клонов синтезируют антитела, а какие они синтезируют. Вот для этого существует метод иммуноферментного анализа, который я вам покажу на следующей картинке. А пока давайте мы дорисуем эту схему и поговорим о том, что же будет дальше. Дальше, после того, как мы провели клонирование и реклонирование, скажем, вот в этой, например, пробирке, в этой лунке планшета у нас вырос один клон, и он синтезирует нужные нам антитела. Дальше нам надо как-то этот клон сохранить и размножить. Здесь есть два способа. Или мы этот клон высеваем в лабораторную посуду и добавляем туда питательную среду, или мы вводим, видите, это был синенький шприц, а тут красный, или мы вводим этот клон в брюшную полость мыши. Той же самой линией, чтобы не было отторжения. И тогда в брюшной полости мыши начинается рост злокачественной опухоли, которая синтезирует антитела. Дальше в брюшной полости у мыши накапливается жидкость, мы говорим, это асцитная жидкость, ну, вы знаете, что такое асцит. И в этой асцитной жидкости содержатся антитела, мы можем отобрать эту асцитную жидкость, выделить антитела и использовать для наших диагностических, научных или лечебных целей. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, давайте посмотрим, как работает иммуноферментный анализ. ИФА, видите, три буквы, ИФА, иммуноферментный анализ. Мы берем 96-луночный планшет, вот эта одна лунка планшета показана крупным планом, и на дно этого планшета наносим тот антиген, которым мы иммунизировали мышь. В самом начале, помните? Давайте еще раз посмотрим, вернемся назад. Вот тот антиген, который был в этом шприце, видите, мы наносим на дно лунки планшета. Вот молекула антигена, которая находится на дне лунки. Дальше мы берем жидкость, которая находится над клоном, изучаемого, то есть над тем клоном, который растет, и нам нужно выяснить, продуцирует ли клон в эту жидкость антитела или нет. Мы, например, взяли жидкость, и там есть моноклональные антитела. А вот они показаны красным, видите, вот антиген, потом моноклональное антитело, и это моноклональное антитело будет взаимодействовать с антигеном. Вот видите, специфическое взаимодействие. Теперь нам надо выяснить, село ли моноклональное антитело на антиген. И тогда мы добавляем еще одну группу молекул, это антитело против мышинных иммуноглобулинов, для которых мышинный иммуноглобулин является антигеном. Ну, какие это антитела? Это может быть кроличьи антитела, могут быть овечьи антитела. Обычно это поликлональные антитела, которые получены при иммунизации мышинными иммуноглобулинами других лабораторных животных. И вот антитело, если оно обнаружит мышинный иммуноглобулин, оно с ним специфически провзаимодействует. Но хитрость заключается в том, что к этому антителу мы заранее прикрепили фермент. Ну, например, пероксидазу. Для чего это нужно? Если мы добавим потом в среду какой-то краситель, который под действием пероксидазы меняет цвет, то фермент пероксидаза вызовет изменение цвета жидкости в этой тест-системе. Ну, в нашей лаборатории мы, например, используем АБТС, такой краситель. Этот краситель в присутствии пероксидазы приобретает тёмно-голубой цвет. И дальше мы смотрим на планшет и видим, ага, в этой, в этой, в этой лунке появился цвет. Значит, в этих соответствующих лунках есть антитела. Значит, именно в этих лунках находится питательная среда, взятая из тех клонов, которые синтезируют антитела. В общем, таким образом, методом иммуноферментного анализа, мы выясняем, какие клоны синтезируют моноклональные тела, а какие не синтезируют. Вот теперь давайте вспомним ещё две даты. Кёллер и Мельштейн, как я вам говорил, опубликовали свою статью о гиперидомной технологии в 1975 году. В 1984 году они получили Нобелевскую премию. А в 1986 году, через два года после этого события, у нас в нашем Крымском медицинском институте, теперь это Медицинская академия Крымского федерального университета, так вот, в 1986 году на кафедре биохимии Крымского медицинского института была создана гиперидомная лаборатория, одна из первых во всём Советском Союзе и третья по счёту на Украине. Так вот, в этой гиперидомной лаборатории, которая существует и по настоящее время, мы получили ряд интересных моноклональных антител, которые запатентовали. Это моноклональные антитела, взаимодействующие с иммуноглобулинами человека, с пептидами и белками насекомых и так далее. И вот я покажу несколько фотографий из нашей лаборатории, а потом мы поговорим о применении моноклональных антител. Вот это наши линейные мыши. Ну, мама со своими малышами. Как я вам говорил уже, у них антигены, у всех мышей должны быть совершенно одинаковые, как у близнецов. Как это достигается? Это достигается путём многократного близкородственного скрещивания. В результате всё потомство имеет одни и те же антигены-детерминанты, и можно от одной мыши к другой перевивать опухоль, и не будет иммунного отторжения. Ну, видите, мыши-альбиносы, какие-то красные глазки у мамочки. Мышь называется, вот данная линия мышей называется БАЛЬБ. Ну, АЛЬБ это означает альбинос. Это такой неказистый с виду шкаф, это сердце гибридомной лаборатории. Это так называемый СО2-инкубатор. Внутри этого шкафа создаются такие же условия, как внутри живого организма. Ну, например, внутри мыши. Ну, какие? Это всего лишь три условия. Первое условие – это стопроцентная влажность. Второе условие – это температура 37 градусов, то есть температура тела животного. И третий показатель, очень важный – это 5% содержание углекислого газа. Поэтому к этому СО2-инкубатору подведен шланг от баллона с углекислым газом. Если углекислый газ закончится, клетки внутри расти не смогут. И вот внутри этого шкафа, при этих условиях, можно держать лабораторную посуду с питательной средой, в которой живут клетки. Ну, если посмотреть более крупным планом, то вы увидите вот пульт управления. Видите, написано СО2-инкубатор. Здесь показано, что температура установочная 37 градусов, фактическая 36,9. Видите, различные кнопки, которые регулируют влажность, углекислый газ и так далее. Другим важным устройством, которое должно быть в гибридомной лаборатории – это так называемый ламинарный шкаф. Ну, на самом деле, это никакой не шкаф, это стол, на котором проводят стерильные процедуры. Секрет этого ламинарного стола заключается в том, что вот здесь вот спрятан мощный вентилятор. А над вентилятором и вот на передней стенке находятся фильтры. Этот вентилятор гонит воздух сверху через фильтры и потом через эти фильтры в лицо исследователю, который сидит и делает стерильные процедуры. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда ученый работает, чтобы никакие бактерии, грибы и так далее не попали с тела исследователя в стерильную питательную среду, где живут гибридомные клоны. То есть, если что-то вылетит при разговоре из рта, то с этим стерильным ветром оно будет отнесено обратно. Ну и вот тут вот вы видите, здесь ультрафиолетовая лампа, которая еще и кварцует это пространство. Кроме того, здесь среди баночек, вот видите, банки с этиловым спиртом. Вся эта поверхность постоянно обрабатывается этиловым спиртом для того, чтобы не было заноса бактерий, грибов и так далее в растущие клоны клеток. Здесь находится микроскоп, клоны можно рассматривать. Микроскоп тоже постоянно протирается с 70% спиртом. Вот так выглядит 96-луночный планшет. Фактически это 96 маленьких пробирочек, которые выдавлены в одном пластиковом блоке. Вот посмотрите, это вид сверху, можете поверить мне, здесь 96 лунок, потому что с одной стороны 8 лунок, а с другой стороны 12. Если вы перемножите, у вас как раз получится 96. В стерильных условиях надо работать очень быстро, потому что чем дольше вы там возитесь, тем больше шансов инфицировать ваши стерильные клоны. Поэтому придуманы были специальные пипетки. Вот посмотрите, автоматическая пипетка, у которой 12 носиков одновременно. Эти носики отдельно стерилизуются, потом надеваются на пипетку. И вот посмотрите, этой пипеткой можно сделать 8 движений, потому что 8 рядов. И буквально за несколько секунд вы успеете внести питательную среду во все 96 луночек с вашими гибридомными клонами. Ну а вот мышка, у которой в брюшной полости растет злокачественная опухоль гибридома. И вот видите, животик у нее раздулся, потому что образовалась асцитная жидкость. Асцитная жидкость, как я вам уже говорил, содержит моноклональные тетила. Вот одна мышь, небольшая, максимально может дать до 10 мл асцитной жидкости. Специально она держится за хвостик, чтобы органы ушли вниз. И тогда можно проколоть брюшную полость и шприцом отобрать определенное количество асцитной жидкости. Так вот, до 10 мл асцитной жидкости, а концентрация моноклональных антител в асцитной жидкости составляет около 10 мл в мл. Таким образом, одна мышка может даст 100 мл моноклональных антител, то есть это 1,1 грамма. Если у вас есть гибридома, то в принципе она может бесконечно делиться, и вы можете ввести гибридомные клетки не одной мышки, а 10. Тогда у вас будет уже 1 грамм моноклональных антител. Если вы возьмете 100 мышей, 1000 мышей, миллион мышей, то таким образом вы можете получить количество моноклональных антител, необходимое всему человечеству. Скажем, для тест-системы по диагностике СПИДа или тест-системы для диагностики какого-то другого заболевания. То есть метод этот чрезвычайно биотехнологичен. Ну а теперь давайте поговорим о некоторых аспектах применения моноклональных антител. Ну самое простое, то что вы сейчас увидите на этой картинке, это как применять моноклональные антитела для афинной хроматографии. То есть для разделения смесей каких-то веществ. Ну вот например, смотрите, у нас есть смесь двух типов молекул. Вот видите, черненьких каких-то полипептидов и синеньких. Предположим, нам нужно отделить их друг от друга. Для этого мы эту смесь вносим на специальную колонку, в которой находится носитель, покрытый моноклональными антителами. А наши моноклональные антитела были получены вот только к синему антигену. Помните, именно синие антигены внесли в шприц, которым иммунизировали мышку в начале гибридонной технологии. И вот смотрите, эти синие молекулы, они будут специфически взаимодействовать с моноклональными антителами. А черные пройдут мимо. И таким образом, собрав фракции, подставляя одну за другой разные пробирочки, мы вначале получим черные молекулы. Вы видите, пик черный. А потом, изменив значение PH среды, мы можем добиться разделения антител с антигеном и получим синий пик. Таким образом, вот эту смесь мы афинной хроматографии легко разделим на два раствора, содержащих чистые черные молекулы и чистые синие молекулы. Ну, это один из таких примеров. А теперь давайте поговорим о так называемых иммунотоксинах. Давайте запишем это определение, что же такое иммунотоксин. Иммунотоксин – это молекула антитела, соединенная с каким-то, скажем, лекарственным ядовитым веществом. Как получаются иммунотоксины? Вот смотрим на эту схемку. Иммунизируем мышь. И методом гибридонной технологии, вот та большая схемка, которую вы рисовали, мы получаем иноклональные антитела. То есть, от мышки к красному антителу – это и есть гибридонная технология. Дальше мы берем какой-то продукт, синтезированный или токсическими бактериями вирулентными, или ядовитыми растениями. И вот мы выделили из этих живых организмов токсин. То есть, само действующее начало, которое должно убить больную клетку, скажем. Теперь этот токсин мы химическим путем соединяем с молекулой антитела. Что мы получили? Мы получили иммунотоксин. Теперь, если мы введем это вещество в качестве лечебного вещества в организм больного человека, то вот это токсическое вещество не будет убивать все клетки подряд, и здоровые, и больные. А антитело доставит этот токсин только к тем клеткам, которые больны, и будет целенаправленное уничтожение именно больных клеток. Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Одним из самых таких страшных, известных токсинов является дифтеринный токсин. Дифтеринный токсин состоит из двух цепей – АЦПИ и БЦПИ. Вот если БЦПИ, она прилипает к многим клеткам организма, то АЦПИ является ядом. Поэтому нам нужно их разделить вначале. Мы их расщепляем, вот видите, тут десульфинная связь. И дальше берем только АЦПИ. Вот эта АЦПИ – это действующее начало. Мы соединяем химическим мостиком с молекулой моноклонального антитела и дальше вводим в организм человека, которого мы хотим вылечить. Вот предположим, что изначально при получении моноклональных антител мы использовали антигены злокачественной опухоли. Вот смотрите, на клетке, это кусочек клетки злокачественной опухоли изображен, на поверхности находится вот этот треугольничек черный. Это и есть антиген злокачественной опухоли. А у нас антитела уже выработаны, которые специфически связываются именно с этим антигеном. Теперь мы вводим иммунитоксин, он взаимодействует с этим антигеном специфически. Этот комплекс попадает внутрь клетки и дальше токсин убивает эту клетку. Таким образом мы можем убить клетку злокачественной опухоли. Вот эту схемку целиком я вам рекомендую зарисовать. Давайте мы будем разбираться, что здесь изображено. Давайте представим, что у человека выявлена злокачественная опухоль. Нам надо этого человека вылечить. Какие этапы? Вот смотрите, первый этап. Мы берем злокачественные клетки данной опухоли. Видите, вот они коричневого цвета. И на поверхности находятся белые антигены. Вот видите, участки, которые характерны для всех клеток организма. А есть специфические антигены злокачественной опухоли. Они нарисованы в виде черных треугольничков. Так вот, антигены или просто клетки этой опухоли мы вводим в наши линейные мыши. Мышь начинает вырабатывать антитела. Мы берем лимфоциты этой мыши и путем гибридовной технологии получаем моноклональные антитела, специфически взаимодействующие с клеткой злокачественной опухоли. Дальше мы соединяем эти антитела с токсическим веществом. Взятым из бактерий или из ядовитого растения и получаем иммунотоксин. Дальше мы вводим этот иммунотоксин в организм того человека, у которого мы брали для иммунизации злокачественные клетки. Смотрите, если этот иммунотоксин встретится со здоровой клеткой, он на нее не окажет воздействия, потому что нет специфического взаимодействия. И нормальная клетка, голубенькая, она будет продолжать жить. А если этот иммунотоксин встретит клетку злокачественную, он с ней специфически свяжется и убьет ее. Вот видите, это мертвая злокачественная клетка. Ну, пока вы будете рисовать, я вам еще кое-что скажу, чтобы вы понимали, для чего именно нужно использовать иммунотоксин. В принципе, если у человека имеется злокачественная опухоль, то эту злокачественную опухоль в принципе можно убить. Для этого нужно использовать мощные лекарства, мы их называем цитостатиками, которые убивают быстроделяющиеся клетки. И в принципе можно подобрать такую дозу, которая убьет все злокачественные клетки в данном организме. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что эта доза может убить самого человека. То есть мы не можем взять такую дозу, которая убьет человека, раньше, чем убьет все злокачественные клетки в его организме. Что же делать в этой ситуации? В этой ситуации надо каким-то образом снижать дозу за счет целенаправленной доставки данного ядовитого вещества, данного лекарства именно к злокачественным клеткам. Вот эту роль и выполняет иммунотоксин. Я хочу сказать, что сейчас моноклональные антитела чрезвычайно широко используются в терапии многих злокачественных опухолей. И достигнуты большие положительные результаты. То есть, например, некоторые виды B-клеточных хронических лейкозов то есть эффективно очень лечатся препаратами с помощью моноклональных антител и людям продлевают жизнь на многие-многие годы. Более того, даже сейчас иногда и не используют иммунотоксины, потому что сами антитела могут за счет активации системы комплимента вызывать гибель злокачественных клеток. Здесь есть еще одна проблема. Дело в том, что если мы будем вводить машинные антитела в организм человека, у человека может быть иммуноответ на чужеродный мышинный белок. Поэтому сейчас придумали делать вот что. Берут только ту часть, которая отвечает за связывание антигена и встраивают ее в человеческие иммуноглобулины. Это так называемые гуманизированные антитела. И их используют. Есть и другие подходы. И эти методы бурно сейчас развиваются. Давайте посмотрим еще более крупно на схемку, которую я вам только что показывал. Вот видите, злокачественная клетка. Вот специфический антиген злокачественной клетки в виде черного треугольника. Видите, вот тут еще они такие есть. И моноклональное антитело, которое использовано для лечения злокачественной опухоли, специфически связывается со злокачественной клеткой и убивает ее. Я думаю, что я достаточно понятно это все объяснил. Надеюсь, что у вас вопросов нет. И поэтому вот наши замечательные мышки говорят вам спасибо за внимание. И я от себя тоже говорю спасибо за внимание. Спасибо, что вы послушали. Встретимся на других лекциях. Я желаю вам счастья. Не болейте. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. До свидания. Продолжение следует...